коллеги доброе утро или даже добрый день везде по-разному и мы вновь продолжаем наши серии различных вебинаров у нас уже заблежал свет как я поняла в конце туннеля не исключено что даже мы сможем возобновить некоторые из нас могут возобновить свои запасы литературы чтобы вам продолжить рассказы я пока живу на тех запасах которые у меня были месяца два назад когда мы вошли в карантин поэтому приходится вам рассказывать долго про какой-нибудь один элемент но хочу обратить ваше внимание что тем не менее это достаточно важно и сейчас мы разберем почему вот у нас еще есть одна минутка мы можем ее подождать чтобы потом не тратить ваше время а то как вот удается заметить получается что мы включаемся на 15 минут мы приблизительно минут 10 все собираются а потом все прощаются и получается что наши с вами беседы она собственно говоря имеет много смысла поскольку мы друг другу желаем здоровья счастья радости что уже полезно но тем не менее все-таки сокращает наше занятие и так вот через одну минуту мы начнем а пока мы собираемся здороваемся судя по всему что вы пишете все слышно все видно и опять вас с нами много и это приятно и надеюсь что мы дальше будем осваивать те ценности которые необходимы для развития наших детей и так 11 часов и я приступаю к вебинару и так сегодня у нас такая очень милая раскраска называется первая раскраска первые раскраски малыша серия здесь не только раскраски но и наклейки то есть фактически мы я так поняла что у кого-то не очень хорошее качество звука получается да ну вот это к сожалению быстро мы с вами не исправим к сожалению это зависит от свойств наших сетей которые и эксплуатирующих организаций и так вот такой совершенно замечательный радостный слоник такие замечательные радостные наклейки и цифра два с половиной которая означает отлично все-таки хорошо здорово который означает что в два года мы можем с вами эту раскраску использовать для детей двухлетних мы понимаем что плюс-минус понятно что кто-то уже давно начал у кого родители этим озаботились кто-то не начинал вообще возникает много вопросов вопросов по достаточно ярким цветам и готов ли ребенок вот два года к таким ярким цветам хотя какие-то статьи которых очень очень много рассыпано по полям интернета не знаю насколько они научные не проверяла но свидетельствует о том что по двум годам ребенок фактически видит такой же спектр как и взрослый у меня в этом смысле есть некоторые сомнения объясню почему потому что современные теории зрения существенно изменились и насколько они учитываются современной педагогической теории мне лично непонятно поэтому у нас с вами эта тема еще впереди нам предстоит выяснить как сегодня какие сего существуют взгляды на зрение на чувство цвета во всяком случае за последний год вышло 10 новых изданий переводных как правило которые выпускаются фондом земли на очень известный фонд специализирующийся как раз на публикации трудов нобелевских лауреатов занимающихся и мозговой деятельностью и зрением тем не менее это не значит что мы сейчас все бросим и будем ждать какого-то оракула сверху который нам скажет наконец как мы все правильно должны делать поэтому я обратила ваше внимание на то чтобы вы тоже обратили внимание на новые публикации многочисленные по цвету по теории цвета по то как использовать цвет жизни о том как использовать цвет в образовании детей дошкольного возраста и так далее и тем не менее мы оказываемся с вами перед вот такой замечательной раскраской очень ласковый не тревожный но нет не тревожные смысле настроение и значит немножечко такой вызывающие по части цвета то есть покоя она у меня не вызывает вот внутреннего но тем не менее на самом деле мы с вами повернув эту раскраску задней стороной видим что здесь у нас как минимум пять не считая самой раскраски опять серий на лугу в океане на дороге в лесу в деревне то есть мы понимаем что раскраска является не просто инструментом для того чтобы ребенок оттачивал движение руки но она является и образовательным элементом потому что фактически охватывает все те ареалы то есть лук это ареал да на котором много что происходит на нем могут летать бабочки на нем могут пастись коровы на нем могут расти цветы и так далее океан это то что называется откуда мы все вышли и неизвестно потом окажемся то есть это основа жизни на земле и и понятно что ребенку двухлетнему никто об этом говорить не будет но такой базовый элемент очень важен на дороге это совершенно другой другая среда обитания и тоже очень важная и которую нужно осваивать то есть получается что мы вот с вами познакомились пятью ареалами обитания с которыми так или иначе нам придется знакомить ребенка когда мы будем с ним ознакомиться с темой познания с темой познавательной деятельности и вот фактически с тем что потом школе начинает называться окружающий мир но мы начинаем это делать гораздо раньше то есть два года и считаю что это очень важно и полезно фактически как бы мне симпатично очень эта серия я правда ее до конца так и не докупила но у меня как бы очень сложно поскольку дети уже рисуют по-другому и не раскрашивают им уже не два года вот итак перейдем посмотрим что же мы видим как только мы заглядываем в центр одной из раскрасок мы видим красивые наклейки которые как мы видим тоже очень яркие они уже не имеют того яркого фона как обложка поэтому вы воспринимаются немножечко поспокойнее но мы видим что все улыбающиеся все спокойные все радостные с радостными эмоциями существа представлены на этих наклейках более того мы видим что безусловно это хищники но как бы их характеристика как хищников снивелировано до уровня милых сердцу игрушек фактически задача наша взять такую наклейку и как образец наклеить на эту страничку где есть персонаж но в данном случае изображающие крокодила и теперь у нас с вами как бы три элемента картинки складываются первый элемент это сам образец что мне здесь нравится вот в данной картинке что здесь очень четко изображена графика то есть дан очень четкие графические образы это редко когда удается художнику достигнуть такой выразительности значит таким образом мы можем просто не вникая в какие-то элементы предложить ребенку пораскрашивать или сесть вместе пораскрашивать дети любят как это делать это вместе почему вместе часто бывают удобной и особенно если вы дома делаете потому что ребенок берет наглядкой вы ему не объясняете видишь ли юра значит давай-ка мы будем вот в эту сторону сначала класть штрихи а потом в эту сторону будем класть штрихи родитель так или иначе показывает задает тон движения и ребенок подражая де действиям родителя может интуитивно ухо значит устраивать движение своей руки это с одной стороны с другой стороны что здесь приятно что несмотря на то что мы не предполагаем конечно что в два года ребенок у нас уже читает бегло но во всяком случае у нас изложены буквы и мы можем не только рисовать но мы можем поиграть и в буковки мы их можем а закрасить что очень удобно потому что видите вот эти маленькие относительно небольшие буквы не требуют от ребенка затраты большой энергии для того чтобы их превратить в цветные буковки да с другой стороны мы можем ему много раз повторить слово крокодил и фактически так или иначе у ребенка отображается некий образ буквины этого животного ну и собственно говоря остается опять же то что мы этот образ продолжаем раскрашивать а теперь представим что мы не захотели раскрашивать крокодила зеленым а почему собственно говоря когда у нас все такое яркое вырви глаз почему нам опять же не закрасить крокодила другим цветом возможно это возможно на этот счет есть несколько разных теорий считается вот если бы свое время маме моей показали что крокодила раскрашиваю там синим цветом она бы сказал что это вредно потому что была комиссия при минпросе которая отслеживала точность соответствие цветов чтобы не дай бог не возникали какие-то неправильные идеи у детей но не то что неправильные идеи какие могут быть неправильные идеи у детей вот но тем не менее чтобы ребенка не приучали к тому что слон вот ну ярко алого цвета и других не бывает должен был сохраняться во всяком случае по мнению этой комиссии я пока не могу сказать что считаю что то что они делали это было неправильно может быть как раз том что они делали было очень правильное начало а вот ну вот мы посмотрели с вами крокодила да а теперь мы посмотрим что еще есть как вы видели по количеству наклеек разные варианты есть и мы видим с вами что у нас варианты очень удачные с точки зрения графики какие-то варианты не очень удачные с точки зрения графики отличия графики Продолжение следует... 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 Продолжение следует...